Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал Лени Лоренц. Я сегодня хочу поднять очень интересную тему, как по мне, и также хочу задать вам встречный вопрос в комментариях. Давайте сразу вы поставите видео на паузу и ответите в комментариях на два вопроса. Первое. Как вы вообще на настоящий момент, на текущий отрезок вашей жизни, относитесь к старости? К своей, к чужой? Как вы ее видите в настоящий момент? Пугает ли она вас или как бы норм? И второй вопрос. Какой вы себе представляете свою идеальную старость? Представьте, чем вы будете заниматься, как вы будете выглядеть, что вы будете делать. Ваша идеальная старость. Расскажите в комментариях и продолжайте смотреть. Эта тема на самом деле затронула меня достаточно внезапно. Я постоянно в своей жизни, в последнее время наталкиваюсь на такие моменты, что окружающие люди, не только мое личное окружение, но в соцсетях люди, и вообще очень часто говорят о возрасте. Очень часто зацикливаются на этой теме. И женщины в основном, и не только женщины на самом деле. Это не только женская тема. И воспринимают это как-то болезненно. То есть, ой, мне скоро 30 лет, или мне скоро 40, или, о боже, у меня день рождения, я уже старая и так далее. Или активно молодятся, я не знаю, пытаются сбежать от всяких возрастных изменений. А они, конечно же, неизбежны. И эта тема в последнее время, что-то вот это все на меня так сильно наваливается, вот этот информационный груз. Я начинаю понимать, что меня это подбешивает. Я стала разбираться, почему меня конкретно это подбешивает. И нашла в себе некоторые ответы на эти вопросы, которыми я хочу с вами поделиться. Итак, я тоже сейчас отвечу на эти два вопроса. Как в настоящий момент я воспринимаю старость? Боюсь ли я ее? Как я вообще к ней отношусь? Вот сейчас, именно на этот момент, потому что раньше у меня было другое отношение к старости. В настоящий момент я понимаю, что, ну да, старость неизбежна. Неизбежно мы все станем старыми, не очень здоровыми. Да, у нас появятся морщины, седые волосы и так далее. И выглядеть мы будем не так, как в молодости, если как бы логично. И самое интересное, что я абсолютно приняла этот момент настолько, что мне просто стало все равно. То есть я понимаю, что да, даже если мне исполнится 30 лет, я не буду воспринимать это, например, как... Кто это был? Кто в друзьях? Я забыла, это был Рос, который сильно переживал из-за своего 30-летия. Я не помню, кто... Ну, в общем, кто там. Расскажите мне в комментариях. Я не помню. Типа 30 лет — это просто все. Это, не знаю, одной ногой в гробу. Это очень забавно. И самое интересное, что ты всем этим заражаешься, потому что какие-то фильмы, всякие паблики, мемчики, все говорит о том, что люди страшно переживают из-за своего возраста и боятся праздновать свои дни рождения, потому что это лишнее напоминание об их старости. Вот. И, ну, как бы это влияет на человека, даже если он изначально об этой теме особо не задумывался. Так, я выпью немножко... И вы знаете, я поймала себя на мысли. На самом деле, эта мысль, она была вот с потом, с кровью, через медные трубы просто высосана из пальца, я не знаю. Вот просто вот нет хорошей жизни, скажем так. Я пережила болезни, я пережила потерю очень близких мне людей. И что в итоге я тоже сделала для себя некоторые важные выводы. И в первую очередь вывод о том, что для меня самое важное — это мое здоровье. И здоровье в плане подвижности, в плане активности. Я не говорю сейчас о красоте, там, о идеальном цвете лица, я не знаю, идеальных там волосах с отсутствием синины, там, никаких мешков под глазами, там, идеальный пресс. Ну, что еще у нас символизирует в нашем современном мире красоту, там, ну, женщины, например, да? И сейчас я понимаю, что для меня вообще не имеет это никакого значения. И что я воспринимаю свою счастливую старость, да? Сразу же отвечаю на второй вопрос. Это как подвижную старость. Я согласна над все. Я согласна на морщины, на седые волосы, возможно, на какой-то там, не знаю, изменения в моей фигуре. Они неизменны будут, с кожей и так далее. То есть я согласна быть некрасивой бабкой. Я согласна выглядеть как ведьма. Но для меня важно, чтобы я была подвижная, чтобы я была физически сильная. На самом деле в моем окружении здесь есть бабульки, которые постоянно ходят. Ну, кстати, у большинства есть собаки. У кого собак нет или кто, бабки-кошатницы, вот они как раз не очень здорово выглядят. Кстати, друзья, задумывайтесь над этой темой. Они чаще сидят на лавочке и кушают всякие иногда вкусняшечки, потому что они кошечек еще кормят. Ну, как-то у них немножко другой образ жизни. Не знаю. Вот замечала это. И есть бабульки с собачками, которые гуляют просто чуть ли не весь день. Они очень подвижные и очень, кстати, здорово выглядят. И я думаю, что на пенсии я точно заведу собаку. Думаю, что не одну. И постараюсь быть очень подвижной. То есть для меня старость, счастливая старость, это не внешний абсолютный фактор. Для меня важно будет только мое здоровье и то, что я смогу двигаться. Вот, наверное, ключевой фактор это движение. Что я смогу сама себя обслуживать, что я смогу ходить в магазин, что я буду двигаться. А все остальное, связанное со старостью, я не знаю, женщины боятся быть некрасивыми, боятся, что у них там с лицом что-то будет. Люди говорят, друзья, это будет со всеми. Там тратиться на ботоксы, хуйотоксы, я не знаю, всякие подтяжки, уколы. Ну, это совершенно не мое. Это очень-очень далеко от меня. Даже как-то не хочу эту тему затрагивать. Вот, поэтому... Я вообще не знаю, доживу ли я до старости. То есть, да, планировать настолько свою жизнь далеко, это глупо. Ну, просто так, да. Помечтать, помечтать о старости, какой она будет. Да, я точно знаю, что у меня будут животные. Я точно знаю, что я буду стараться быть подвижной. И хочется, конечно, очень сохранить свое зрение. Да, чтобы играть в игры компьютерные. Просто столько времени и быть свободного. Но не факт. Не факт, конечно. Главное все-таки это движение, потому что движение — это жизнь. И я думаю, что если вы сохраните, допустим, свое лицо в старости таким, ну, красивым, ухоженным, там, я не знаю, замечательным, но при этом у вас будут серьезные проблемы, там, с уставами, со здоровьем, вы будете плохо двигаться и испытывать какой-то серьезный дискомфорт от этого, то ваша красивая личика, ну, как бы, погода особо не сделает. Ну, вот на мой взгляд, друзья. Так что вот такое было у меня мнение на эту тему. Расскажите мне, как всегда, в комментариях, что вы думаете на этот счет, что вы думаете о старости. Так что все, друзья, на этом я заканчиваю свой ролик. Не забывайте подписываться на мои соцсети, читать мой блог на Дзене, заходите в Инстаграм, смотрите наших приключениях с Линдой. Оставайте свои запросы на видео, если они у вас есть, и уже очень скоро увидимся в следующих видео. Пока, пока!